Здравствуйте, меня зовут Анна, и мы на канале Property Show. Элементарно зайдите в санузел, ты можешь купаться у себя в зимнем бассейне, смотреть на потолок, а он весь в сырости. Вы ничего не будете понимать, в принципе, что вам за документ дали, это липы или оригинал. С этим риатором работать не стоит. Есть объекты, где действительно можно вложиться очень выгодно и получать хорошую цифру от аренды. Рамиль, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, за счет чего, благодаря чему сложилась такая ситуация, почему так много людей хотят ухватить кусочек аланийского счастья? Ну, Алания, во-первых, это самый южный регион, самый чистый регион. Не зря все-таки мэр Алании был пять лет подряд самым лучшим мэром Турции. В Алании очень тепло, в Алании самая лучшая экология, считаю, солнышко. Но что еще нужно для здоровья и для последней жизни? И причем сейчас есть хорошие предложения, где люди могут за небольшие деньги купить рай у моря. Покупка недвижимости – это достаточно серьезная покупка, серьезный шаг, который требует времени. Когда решение принято и выбран объект недвижимости, как угадать и купить правильный объект, который не придется, например, через год продавать, потому что покупка не оправдала своих ожиданий? Во-первых, мы советуем всем нашим подписчикам, покупателям, клиентам, кто угодно, определиться. Они приезжают, покупают эту квартиру для лета, или они будут переезжать сюда, ну, в Алании, или они будут инвестировать в Алании для того, чтобы сдавать в аренду или зарабатывать деньги после продажи этой квартиры. Вот первое, вот это главное – определиться, зачем вам эта квартира там. После этого уже есть много нюансов, да, выбрать район, комплекс. Дальше, конечно же, прислушиваться немного нашим советам, и уже, в принципе, дальше нужно двигаться. При выборе объекта чем можно пожертвовать, чтобы снизить стоимость? Например, не интересует наличие хамама, не важен вид, например, на море, кинотеатр и так далее? Пожертвовать можно. То есть чем? Если взять совершенно дешево, можно взять или в старом доме, без инфраструктуры, или пусть будет эта инфраструктура, но далеко от моря, да, все-таки, потому что центр и море – это является одним из факторов ценообразования, да, кроме инфраструктуры. Поэтому здесь нужно самим понять, что для вас важно, а что для вас не важно. Тогда уже также смотреть варианты. Это может быть рядом с морем более-менее средний объект, но без инфраструктуры, но с большим балконом, с видовыми окнами. А может быть маленькая квартира с полной инфраструктурой, как в отеле, но далеко от моря, но есть трансфер, который будет три раза вас отвозить до моря. То есть здесь вопрос вкусовщины, скорее, больше я скажу. А насколько наличие инфраструктуры реально работает, а это не маркетинговый ход и привлечение клиентов? Во-первых, что могу посоветовать по поводу вот этого? Когда вы будете выбирать квартиру себе в Алании, дай бог, обязательно узнайте, кто застройщик. У этого застройщика после этого, кто управляющая компания. Это очень важно, потому что два фактора, которые оставляют цену на рынке, это управляющая компания, которая управляет этим комплексом, рабочая инфраструктура, и, конечно же, качество стройки. Вот эти два вопроса. Поэтому вам нужно обязательно проехаться, посмотреть дома этой строительной компании, пощупать, потрогать, увидеть, как работает это все. Но надо еще понимать, что если это работает каждый день, у вас растет айдат. Если это работает два раза в неделю, скажем, хамам, сауна, айдат средний, но это уже работает. Опять же, очень важно, даже если это работает, за ним должны следить. Через два года должен проводиться какой-то небольшой ремонт, чтобы все это было чисто. Ты можешь купаться у себя в зимнем бассейне, смотреть на потолок, а он весь в сырости, например, или отваливается. Тоже неприятно. Поэтому это очень важно при выборе квартиры посмотреть объект, который уже готов, как управляется. Паржить может быть в этом объекте также. Кстати говоря, многие компании так и делают. Приглашают на инфотург, именно на готовый свой объект, чтобы человек понял, берет ли он кота в мешке или действительно хороший продукт. Как тогда правильно выбрать помощника в выборе? То есть риэлторы. Очень часто мы получаем комментарии о том, что риэлторы зачастую предлагают комплексы, намеренно те, в которых, например, у них больше комиссия или более преследует свой интерес. Как выбраться риэлтора, как обезопасить себя от черного риэлтора? Ну, смотрите, единственный фактор, который меня бы лично заставил довериться риэлтору, если он меня слышит, если он меня понимает, что я хочу и присылает мне то, что я хочу, значит, этот риэлтор готов со мной работать и готов с моими капризами немножечко свыкнуться. Потому что есть люди, которые приезжают за одним, смотрят в ютубе какой-то образ или делают, приезжают за одним. В итоге мы их слушаем, мы их слушаем, показываем все, но они дают нам обязательно давать комментарии по каждому показу, потому что только комментарии, и опять же от вас, от клиентов, и подход риэлтора, когда он будет слушать эти комментарии и далее искать, они помогут найти вам нужный вариант. Так вот, если ближайшие 2-3 дня вы увидели, что риэлтор не слышит и не идет с вами вообще на контакт, с этим риэлтором работать не стоит, потому что это значит, он где-то заинтересован, а б, значит, он плохо знает рынок, потому что он не знает, что предложить еще. А насколько работает проверка того же риэлтора, то есть стоит ли спрашивать документы, документы, подтверждающие работу с агентством и так далее, насколько вообще на практике эти документы реально можно увидеть и показывать? На самом деле документы, ну, мне кажется, документы не нужны, надо просто назначить встречу в офисе, приехать в офис, элементарно зайдите в санузел и увидите, что чистый санузел, чистый офис, работает кухня, работает народ, есть стройка, есть какие-то лицензии, висят грамоты. Мне кажется, что это достаточно для того, чтобы понять, это серьезная компания или нет. И обязательно, конечно, почитайте отзывы об этой компании, да и, в принципе, мне кажется, что здесь надо найти именно того человека в конкретной какой-то компании, чтобы он с тобой работал, потому что люди все разные, в каждом агентстве есть хорошие продавцы, плохие продавцы, а есть люди, которые, как мы их называем, уравы или как-то по-русски сказать, что он просто урвал свое и исчез. Это очень плохой подход, потому что далее есть послепродажный сервис, который постоянно тебя состыковывает с клиентом, и тебе, если ты такой нечестный, тебе просто будет стыдно смотреть в глаза. Поэтому здесь момент только ваше ощущение. Да, если у вас такого ощущения нет, потребуйте документы, но они вам ничего не дадут понять, потому что вы будете находиться в Турции, вы ничего не будете понимать, в принципе, что вам за документ дали, это липы или оригинал. Поэтому, друзья, здесь надо просто собирать мнения, отзывы, смотреть, кто купил, когда купил. Есть множество чатов, групп, форумов, где люди делятся своим опытом и говорят, кому идти. В принципе, многие риелторы, которые годами работают, даже не делают рекламу, потому что это сарафан на радио работает. Ну и, в принципе, самое лучшее, конечно, если у вас нет человека, который посоветует вам, то изучите самому, а если есть кто-то посоветовал, конечно, идите, куда вам посоветовали. В любом случае, это будет лучше. Посмотрите, что купил этот человек, как он работал и все остальные нюансы. И обязательно посмотрите на послепродажный сервис так же, потому что купил и забыл это одно, извините меня, оформил карточку в Мигрос или помог с фитнес-клубом, это другое. Мы, например, даже хоть до детского сада, школы устраиваем детей сами, поэтому в этом плане мы по-другому работаем. Немножечко по-российски, скажем так. Многие покупатели не задумываются до покупки недвижимости, что будет дальше, как адаптироваться к жизни города, сколько будут коммунальные платежи на содержание жилья, когда лучше приезжать, какие сезоны, какой совет вы можете дать. Приезжать на покупку? Приезжать, жить, пользоваться своей недвижимостью. В какой сезон? Ну, опять же, зависит от того, зачем. Если ты не переезжаешь в Турцию на КМЖ. Здесь надо понимать, что если вы купили недвижимость, сдаете ли вы ее или нет, когда вас нет. Потому что если вы ее сдаете, это, в принципе, приятный бонус. Я не скажу, что это большой пассивный доход. Есть объекты, где действительно можно вложиться очень выгодно и получать хорошую цифру от аренды. Но многие люди, когда берут для себя, они все-таки подбирают не такой вариант, скажем, ближе к морю, без инфраструктуры или побольше квартира, побольше стоимости, и уже ее сдача не так выгодна получается. Но вот если вы, скажем, купили на лето себе квартиру, самое, конечно, для вас будет интересно не приезжать в пик сезона, потому что в пик сезоне вы можете заработать большие деньги на аренде и закрыть все ваши затраты. Это айда, свет, вода, уборка, там не знаю, что еще возможно. Поэтому самое лучшее это приезжать в мае или сентябре, в октябре. Апрель тоже неплохой месяц, но купаться будет сложно, ну, немножко холодновато. Май идеально, сентябрь идеально. То есть по этому поводу детей меньше в комплексах, то есть никто не будет на вас рискаться, когда вы будете отдыхать в бассейне, и кто-то вас не будет заливать соком или еще что-нибудь. Ну, вот такой совет. А как адаптироваться? Можно ли вообще, например, передвигаться по Алане без машины? Насколько сложно купить машину? Насколько жесткие правила вождения на дорогах? По поводу адаптироваться, да, вы должны понимать, что как ни крути, человек должен потихонечку учить турецкий язык, хотя бы немножечко понимать привет пока, там, право-лево, хотя бы что-то. Для этого есть курсы. Если вы выберете такие районы, где Махмутлар, скажем, да, где есть русскоязычных много, поверьте, это будет большим минусом только для вас, потому что вот это именно познание языка для вас будет еще дольше. Поэтому многих детей мы отдаем смешанные классы. И по поводу, как двигаться в Алане, то, конечно, где бы вы ни жили, хоть через дорогу от моря, хоть через дорогу от торгового центра, в любом случае машина – это хорошо. Это мобильность, вам не надо, не зависит ни от автобуса, ни от дождя, ни от жары. То есть, в любом случае машина – это было бы неплохо. Но многим нашим любителям дорогих автомобилей придется отказаться от вот этого вот богатства, потому что в Турции очень дорогие автомобили, и многим приходится брать малую электроску, потому что затраты меньше, бензин там все-таки дороже, чем в России, налоги. Ну и, в принципе, зачем нужна большая машина в маленьком городе? Поэтому многие берут гольф-классы автомобили, экономят деньги, ну и, скажем, кстати, вот еще лайфхак могу вам сказать, что можно находить такие объекты, если у вас есть бюджет, выбивайте скидки, находите такой объект, чтобы у вас оставалось хотя бы 10 тысяч евро от бюджета, потому что за 10 тысяч евро можно купить нормальный, неплохой автомобиль в Алане. Поэтому ваш дом может находиться и дальше от моря, дальше от торгового центра, но у вас есть уже машина. Ромель, ваша компания работает как агентство и застройщик. Расскажите, чем отличаются ваши комплексы от других в Алане и в регионе? Во-первых, у нас самые низкие цены в регионе. Почему, вы скажете, да, ребят? Потому что, в принципе, все наши проекты для инвестиций, да, помним, вспомним Россию буквально полгода тому назад, где еще можно было на котлование вложиться, и когда построится дом, продать и заработать. Раньше в Турции такого не было, когда этот момент потерялся в России, многие инвесторы начали искать, куда что вкладывать. И именно компания «Стоит в Рапорте» поймала этот момент с, конечно, советом риэлторов с Россией, что надо делать именно такие объекты. Мы делаем объекты, во-первых, с полной инфраструктурой, с трансфером, с удобной локацией, нормальный квадрат. Мы не скажем, что это огромные какие-то квартиры или какие-то маленькие студии. Это хорошая квартира, где можно иметь и студию, можно и 1 плюс 1, и 2 плюс 1. Это мы имеем в виду, что 2 спальни, 2 плюс 1, 1 плюс 1, 1 спальня. Квадратура примерно 50, 70, 90, 120. Примерно такие квадраты. Полная инфраструктура. И опять же, суть в том, что для того, чтобы мы работали дальше на этом рынке с инвесторами, это самое важное, да, постоянные продажи для нас превыше всего. Инвесторы с нами вкладываются в один объект, получают доход, и, конечно, они с нами переходят в другой объект. Самое главное, друзья, что вы здесь зарабатываете в евро, в валюте. У вас нет валютных рисков никаких. Вы вложили, как будто бы в банк положили и заработали хороший процент. Вот считайте, вот так. Ну и, конечно же, для потребителя уже, для первичного, да, люди, которые для себя берут, конечно, им интересно купить дешевле квартиру. Они смотрят все мелочи, нюансы. Все это и есть. Люди получили хороший объект, хороший продукт с хорошей инфраструктурой за небольшие деньги. Просто мы не сильно ставим на цену, скажем так. Ну и в заключении наш стандартный вопрос. Что вы можете посоветовать нашим зрителям, зрителям вашего канала и покупателям, которые пока только планируют и рассматривают покупку недвижимости в Алании? Советую трезво оценить ваше желание, да, при покупке. Для чего вы это делаете? И, конечно же, ребят, идите к своей мечте. Мечтайте, думайте, рассчитывайте и не останавливайтесь, потому что лучше пожалеть и сделать, чем не сделать и жалеть всю жизнь. Хотя бы сделайте шаг. Спасибо за интересную беседу. Спасибо вам. Если у вас есть вопросы, если вас интересует покупка недвижимости в Алании, пишите вопросы в комментариях, подписывайтесь на канал Алания ТВ. Мы вместе с Рабилем будем рады ответить на ваши вопросы. Спасибо. Пока-пока.